Советские авиаконструкторы по праву считаются лучшими в мире. До сих пор многие их разработки никто так и не смог повторить и тем более создать что-то лучшее. К сожалению, далеко не все уникальные летательные аппараты стали серийно выпускаться. Многие конструкторские работы, не имеющие аналогов в мире, были воплощены только в экспериментальных образцах. Подобная незавидная участь постигла и передовую разработку советских конструкторов, летательных аппаратов, получившую рабочее название «летающая тарелка ЭКИП». Внешне она была очень похожа на космический корабль пришельцев, поэтому за границей ее называли русским НЛО. Странное слово «ЭКИП» имеет понятное значение. Эта аббревиатура означает «экология и прогресс». Над созданием принципиально нового летательного объекта, способного взлетать и садиться на любой поверхности, обеспечивающего высокую безопасность полета в комплекте с экономичностью, экологичностью. Работали лучшие умы отечественной конструкторской мысли под руководством Щукина. Работы велись в 80-х-90-х годах в самых передовых отечественных авиационных мастерских. Всех, кому посчастливилось наблюдать за взлетом, полетом и посадкой этого уникального самолета, поражала его способность очень плавно, но вместе с тем стремительно парить над землей, подобно птице. Самолет мог также очень резко менять высоту полета. Столь удивительные полетные характеристики обеспечивала совершенно необыкновенная конструкция крыльев. В этом летательном аппарате они были соединены в единый организм с фюзеляжем, что позволяло силу сопротивления встречного потока воздуха превратить из препятствия в пользу. Вместо шасси в самолете была установлена воздушная подушка, обеспечивающая взлет и посадку на любую горизонтальную поверхность, включая водную. Наша летающая тарелка могла летать как обыкновенный самолет и как экраноплан. Технические характеристики. Прихажущейся простоте и незамысловатости конструкции самолет имел нешуточные летные возможности. При значительной экономии горючего самолет мог развивать совершенно фантастическую скорость полета до 700 километров в час. Он был способен подниматься на высоту до 10 километров. Теоретически он не мог разбиться, если бы вдруг отказали двигатели. Самолет, плавно опускаясь, просто планировал бы со скоростью 3 метра в секунду. Всего было выпущено две модификации самолета экраноплана «Экип Л2-1» и «Экип Л2-2». Вторая версия превзошла первую по многим показателям. Самолет этой серии был способен перевозить на далекие расстояния до 6000 километров. Крупногабаритные грузы массой до 120 тонн или 1200 пассажиров, развивая при этом скорость до 600 километров в час. Подобную скорость полета и грузоподъемность обеспечивали 14 двигателей 8 серии АЛ-34 и 6 серии Д-18Т, применяющиеся на сверхмощных самолетах. Удивительным был и перечень топлива, которое мог использовать «Экип». Керосин, природный газ или смесь газов, а также очень экономичная смесь воды и бензина. Если добавить ко всему вышеперечисленному очень комфортные условия полета с высокой гарантией безопасности, очевидную экономичность дальнего полета можно с уверенностью объявить о создании совершенно нового типа летательных аппаратов, у которых большое будущее. Очень жаль, но столь удачно спроектированный самолет новейшей конструкции так и не послужил людям. Работа над его созданием была завершена в неблагополучные 90-е годы. Финансирование проекта постоянно откладывалось, пока полностью не прекратилось. В 2001 году умер создатель этого уникального самолета и разработки остановились.